Думали, что нормальных смартфонов по цене меньше двадцатки не бывает? А вот и нет. Если вам нужен телефон для вашего школьника, бабули или для работы, но так, чтобы бюджетно и красиво, то наш сегодняшний видос именно для вас. Привет, с вами Вова, и вы на канале HomeExpert. Сейчас покажу вам пятерку крутых, а главное, бюджетных смартфонов до 15 тысяч рублей. Но сначала подпишитесь на наш канал, ведь все, что мы делаем, мы делаем это для вас. В этом выпуске вас ждет крутой игровой смартфон Tecno, стильная мобила Vivo, Infinix с прокачанной камерой, самый популярный бюджетный Samsung и роскошный смартфон от Realme, вдохновленный дорогими часами. Ссылки на все модели ждут вас под видео. Погнали. В бюджетном сегменте производители дают по железу примерно одно и то же. Плюс-минус одинаковые процессоры, где-то в одном диапазоне оперативная и встроенная память, но и плюс-минус одинаковые камеры. Поэтому, чтобы завлечь вас к покупке, они стараются добавить в свои бюджетные смартфоны какую-нибудь фишку. И в нашем топе у каждой модели реально есть по такой собственной фишке, чтобы идеально подойти своей целевой аудитории. И на пятом месте у нас смартфон для геймеров. Tecno POVA 6 Neo от 13800 рублей. У него крутой, брутальный такой дизайн, игровой процессор и огромная батарейка на 7000 мАч. Самое то для азартных каток в мобильные шутеры. И судя по отзывам покупателей, высадить эту батарейку не под силу даже школьникам, даже если у них 6 уроков. Чтобы все поместилось вам в кадр, Tecno щебеляет 6,8-дюймовым Full HD+, IPS-экраном с собственным динамическим островом вокруг окошка фронтальной камеры. Причем даже с поддержкой 120 Гц. В новом iPhone 16 такого нет. А у Tecno есть. Вот и думайте теперь. Ну да, вы скажете, IPS, такого в айфонах уже давно нет и не делают. Уже как бы они на уровень. А я не отрицаю, да, технология устаревшая, но зато дешевая и вполне надежная. Корпус тут пластиковый, но дизайн такой необычный, что даже не скажешь, что это бюджетный смартфон. На выбор есть три разных цвета. Зеленый, серебристый и черный. Работает этот игровой комбайн, я бы даже назвал его так, на процессоре Helio G99 Ultimate. И вместе с 8 гигами оперативной памяти этому чипу хватает сил на все современные игрушки, а также в мессенджеры, естественно, и в видеосервисы. В POV6 Neo встроено 128 или 256 гигов на выбор, а еще и слот под карту памяти, так что места хватит под все. А в путешествиях и поездках тех на POV6 вам еще и фотоаппарат заменит. Потому что основной модуль камеры на 50 мегапикселей и его 2-мегапиксельный помощник умеет и портреты делать, и ночную съемку. А для эффектных сельфи есть цветосильная 8-мегапиксельная фронталка. Ну и работает этот смарт целый день даже под нагрузкой, потому что батарея у него 7000 мАч. 7, Карл. 7. На общение по телефону длиной в 20 минут заряда пропадает всего 1%. А еще есть быстрая интеллектуальная зарядка. И что особенно приятно, в преддверии осенне-зимнего сезона, техно спокойно заряжается даже при минус 10 градусов по Цельсию. На даче где-то заряжать, например. Ну вы поняли. Смартфон не боится воды и пыли, защищен по стандарту IP53 и готов к любым вообще приключениям. Короче говоря, техно Пова 6 Neo это не просто идеальный вариант для подростков, геймеров, обожающих активный образ жизни и ценящих стильный дизайн с крутой производительностью. Да, в мои школьные годы я мог похвастаться только Nokia 6230 или Sunni Ericsson K750. А тут вот такие вот аппараты. Ссылку на модель оставили в описании, а мы переходим к следующему смартфону. Дальше у нас симпатяга Вова расскажет про симпатягу Vivo Y36 за 11,5 тысяч рублей на момент съемки видео. Это по-настоящему красивый смартфон с тремя симпатичными вариантами расцветки и отличным набором камер. Давайте расскажу поподробнее. Из коробки покупателя встречает большой дисплей на 6,64 дюйма, Full HD+, IPS и с поддержкой 90 Гц. Да, не 120, увы, но за такую цену это и так уже ничего себе. Корпус может быть строгим матово-черным, желто-золотистым и красивым голубым. При этом у него хоть и прямые грани, но кромки немного скругленные, так что в руках держать его будет приятно. А еще у него есть защита по стандарту IP54, так что за попадание влаги можно не переживать. Кстати, в отзывах покупатели очень хвалят корпус за стойкость к царапинам, так что можно будет даже не прятать эту красоту Vivo в чехол. Внутри процессор Qualcomm Snapdragon 680 и 4 гига оперативной памяти, а еще есть версия с 8 гигами. Но это надо поискать. И понятно, что этот дуэт с неба производительности звезд вообще не хватает. Но для всех базовых задач, вроде серфинга, по чатам, мессенджеры и так далее, видео со звона с детьми или внуками, ну или с кем угодно вообще, с любыми людьми, подойдет идеально. У него и фронталка 16 мегапикселей как раз вообще установлена для всего этого, чтобы было хорошо видно. Ну и есть микрофон, чтобы все было хорошо тоже слышно. А основных камер целых 3 на 50, 2 и 2 мегапикселя. Причем это не только портретная камера, но еще и ультраширик и макрокамера. На фото можно настроить форму бликов в портретах, поиграться с настройками студийного света и даже делать мультиэкспозицию. Мощно для бюджетника, да? Встроенной памяти под ваше фото или видео или всего что там угодно, может быть 128 или 256 гигов. А еще и слот под карты памяти, так что подстраховочка такая некая будет. Работает вся эта красота от аккумулятора на 5000 мАч, так что на целый день его точно хватит. Ну а если что, всегда есть быстрая зарядка и да, блок питания сразу идет с проводом, внимание, да? Ну как бы на минуточку с проводом в комплекте. Поэтому как идеальная звонилка, да еще и с крутыми камерами и за такие деньги, Vivo Y36 просто must have. Операционки точно не хватит на игры, сразу говорю, но базовые задачи более чем. Ссылка на модель в описании. Теперь давайте познакомлю вас с бюджетником от Infinix. Это Note 30 за 14 300 рублей. Этот смарт с крутыми камерами, интересными материалами корпуса и шикарным экраном с поддержкой 120 Гц. Начнем с корпуса. У него есть три варианта отделки и расцветки. Солидный черный с матовым стеклом, яркий оранжевый с эко-кожей на задней панели и перламутровый голубой с переливающейся на свету стеклянной крышкой. Это что за вообще произведение искусства, а? Это не телефон. Это шедевр. И все это с защитой от воды и пыли по IP52. Дисплей 6,78 дюйма с Full HD IPS матрицей, поддержка 120 Гц и режимом защиты глаз. Правда, об этом режиме, видимо, знают не все пользователи и в комментариях маркетплейсов иногда встречаются жалобы, типа, тускловатый экран. Но зато глазки целы. Внутри процессор Helio 99. 8 гигов оперативки, так что скорость системы приличная, а работа приложений стабильная. Внутренней памяти может быть 128 или 256 гигов, но ее всегда можно расширить с помощью карточки. И место вам понадобится. Под игрушки, под видео или фотки, которые вы будете делать постоянно, потому что у ноута очень крутые камеры. Основной модуль на 64 мегапикселя с вспомогательными модулями на 2 и 0,3 мегапикселя. В камерах есть режим супер ночь, специальный фильтр стрит фотограф для любителей снимать портрет в городских ландшафтах и фильтр замены неба, который, ну да, заменяет небо. Например, меняет пасмурное небо на голубое и солнечное. Вот такой вот прикол. Ну и да, судя по отзывам покупателей, большинство выбирает NFINX именно из-за камер. Камеры могут записывать видео сразу в обе стороны, на основную и на фронталку. Зачем это нужно? Но они это сделали. Тем более тут фронталка достаточно приличная на 16 мегапикселей. И, кстати, в NFINX есть фишки не только для любителей снимать, но и для любителей играть. Инженеры так вот заморочились и придумали обходную зарядку. Что это значит? Это во время игр смартфон может получать энергию напрямую от воткнутого кабеля, а не пропускать ее сначала через батарею, так аккумулятор не нагревается и не сделает вашу игру дискомфортной. Звучит как заявка на победу, не правда ли? Сама батарейка стандартная на 5000 мАч, но с умной зарядкой, которая заполняет аккумулятор до 80% и замедляет процесс зарядки. Чтобы сохранить батарейке жизнь, вот такая гуманная зарядка. Все 100% хватит на весь день работать, так что весь день сидеть возле розетки не придется. А еще из приятного в комплекте с телефоном, помимо чехла и защитного стекла, будет еще и кабель с адаптером питания на 45 ватт. И это все еще бюджетник. Да, я в шоке. Можно было не покупать себе iPhone 15 Pro Max на 256 гигабайт, а сэкономить 1110 и купить Infinix. Да, но я же не могу посмотреть этот ролик раньше, а вы можете. Вы можете вот сейчас вот посмотреть его и сделать выводы. Так что если вам нужен стильный смартфон на все случаи жизни, то этот вариант топ. Ссылка на этот крутейший телефон будет в описании, а мы переходим к следующей модели. Следующий смартфон это просто бестселлер. Самый популярный Android смартфон на рынке бюджетников, ну и не только. Входной билетик в экосистему Самсунгов, это Galaxy A15 от 12 тысяч рублей. Смартфон встречает нас ярким Full HD Plus AMOLED дисплеем на 6,5 дюйма и поддержкой 90 Гц. И фирменная технология Vision Booster, которая увеличивает яркость экрана на солнце до 800 нит. Если вас, конечно, не смущает фамильный андроидовский подбородок. Ну, я вот про эту утолщенную рамку внизу экрана. Корпус аккуратный в стиле последних Самсунговских флагманов, но, разумеется, за такую цену он пластиковый. На выбор 4 цвета. Темно-синий, голубой, белый и желтый. Защита от воды и пыли по стандарту IP52, разумеется, есть. Но самое интересное у него внутри. Сердце A15, процессор MediaTek Helio G99. На выбор бывают модели с 4 или 8 гигами оперативки. Понятное дело, что рендерить тяжелые видосы на этом смартфоне вы не сможете, но он для этого не предназначен. Соцсети, мессенджеры, игрули, кинопоиск. Все это он тянет легко и непринужденно. А большего от него за такую цену никто вообще не спросит. В комментариях на маркетплейсах A15 хвалят за шуструю работу операционки и отсутствие лагов приложения. А что еще нужно для счастливого пользования смартфона, верно? Встроенной памяти может быть 128 или 256 гигов. Но есть еще и слот под карт памяти, так что хранилище легко масштабируется. И оно вам пригодится, чтобы сохранять свои фоточки и видосики. Ведь в A15 три шикарных камеры. Основная на 50 мегапикселей, сверхширик на 5 мегапикселей и 2-х мегапиксельный макрообъектив. А еще и фронталка на 13 для созвонов и селфи. Ну просто идеально. И все это, если верить Самсунгу, ну ладно, давайте поверим, будет работать до двух дней без подзарядки. Батарея в 5000 мАч с функцией быстрой зарядки даже по отзывам пользователей. И правда отличается такой хорошей живучестью. А остальным только стоит на него равняться. Теперь становится понятно, за что ему досталась такая всенародная любовь. Так что, если вам нужен супер живучий смартфон, за скромные деньги эта модель Самсунга вам точно подойдет. Ссылку на нее оставили в описании. Ну и напоследок, для искушенной публики у нас есть свеженький Realme 12 за 15 тысяч рублей. На момент записи видео. Весь такой нарядный и похожий на дорогие часы. Да еще и с нестыдными камерами. Это настоящий стиляга. У него тонкий корпус с прямыми гранями. Два цвета на выбор. Зеленый или голубой. И, конечно, крутой блок камер с круглым безелем. Как у роликсов, например. Этот красавец не боится ни пыли, ни брызг. Корпус защищен от воды и грязи по стандарту IP54. Под капотом куалкомовский Snapdragon 685. Честные 8 гигов оперативы помогут вам одновременно сидеть в мессенджерах или соцсетях, редактировать фотки и смотреть в отдельном окошке свеженький ролик от HomeExpert. Естественно. При этом ничего не вылетит и не закроется. Экран здесь с одинаковыми по всем четырем сторонам рамками и маленьким вырезом под фронталку. Диагональ 6,68 дюйма. Разрешение Full HD, AMOLED 120 Гц. Все как положено. Смотреть сериалы или серфить интернет на нем одно удовольствие. Чтобы брать сериалы и фильмы в дорогу, в телефон встроено от 128 до 512 гигов. Но если вам вдруг этого не хватает, есть слот под карту памяти. Вау! Еще один такой вот телефон с картой памяти. Круто! Это один из самых доступных смартфонов со встроенной памятью до 512 гигов. Покупатели в отзывах просто в восторге от обилия места для фоток и видео. Ну и камеры, господа, мое почтение. Основной сенсор на 50 мегапикселей от Sony. Портретный модуль на 2 мегапикселя. Кинематографичный фильтр для фотографий. Фирменная система стабилизации и ночной режим. А еще есть фронталка на 16 мегапикселей для ярких и четких селфи и комфортных видеозвонков. Короче говоря, если вы обожаете снимать на телефон, то Realme просто пушка. Ну, за такие деньги. Для уверенной работы в смартфоне стоит батарейка на 5000 мАч с испарительной системой для лучшего охлаждения, а еще с быстрой зарядкой на 67 Вт. И, как это принято у китайцев, адаптер питания уже лежит в коробочке с телефоном. Красота! Если вам, как и мне, уже неистово захотелось покупать этот Realme, то ссылка будет, как всегда, в описании. Вот такой у нас сегодня наборчик, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, какая из бюджеток понравилась вам больше всего. И обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что у нас куча крутых и полезных роликов. А будет еще больше. Больше подписчиков, больше роликов. Больше роликов, больше пользы, друзья. С вами был Хоумэксперт и Вова, и лучшие смартфоны до 15 тысяч рублей. Пока-пока.